Санкт-Петербург Большой турнир, новый турнир, который посвящен памятному юбилею в истории отечественного волейбола. В этом году отечественного волейбола исполняется 100 лет. И в нем принимали участие команды Париж Суперлиги, которые заняли с первого по восьмое места по итогам прошедшего чемпионата. И также Кубок Столетия являлся предварительным этапом Кубка России. Картинка подтверждает, а значит четвертая очка уходит нефтянику. Игорь Кобцер выводит на чистую сетку Ивана Яковлева, не успевает отреагировать блокирующий нефтяника. Теперь его очередь вводить мяч в игру. И проходит яскудобец, двойной блок зенита. Так, очень чисто был сыгран такой панкейк в исполнении центрального блокирующего. Но эпизод заигран и тут же заигрывает своего доигровщика Роман Джойс, а именно играть в волейбол. Снова не проходит нападение нефтяника. Есть Иван Яковлев, радуется вместе с ним и Андрей Титич. Несложная подача Алексея Самойленко. Здесь без либера нефтяник. И переходящий Иван Яковлев все видел, что никого нет в стыке у меня в четвертой и пятой зоны. И как же там отвершенно бросился под этот мяч Алексея Самойленко. Посмотрим, пробудем, как проходит Павел Железняков. Нефтяник, и нефтяник сам не показывает своей игры. И выходит Евгений Заступов, 16 номер. Также мы увидели в составе Санкт-Петербурга нахуй в столетие. Но удивительно, что Евгений Заступов, он либера. Затруднил. Прием Андрея Титичу. И что творит Евгений Заступов? Вот как раз для чего эта замена? Здесь блок-аут реализовывает Павел Железняков. К пояснению замены вернусь уже во втором сете. Я уверена, что мы еще неоднократно увидим Евгения Заступова на задней линии. А пока первый сет за Зенитом и Санкт-Петербург. Ясподобец и Максим Максименко пытаются наладить все взаимодействие. Ясподобец только в этом сезоне присоединился. А Максим уже в хранении шаги. Горк-люка травмирован. Мэтью Андерсон, который раньше выступал за Зенита Санкт-Петербурга, присоединился в начале того сезона августа. Виктор полетает на тот момент. Не приступал к игровым тренировкам. Но сейчас мы видим, что игру в столетии финальную его часть отыграл Виктор. Зенита. Также улыбаются игроки. Все у них действительно хорошо. По крайней мере, первой партии выиграли. Сейчас во второй также уверенно идут впереди. Извиняется Федор Воронков перед своим бывшим партнером по Казанскому Зениту. Также доводка на плюс. То есть 3 метра смогли довести этот мяч, но не так, чтобы была полная вариативность по связующему кому отдавать передачу. И тогда все у вас получится, потому что Зенит начнет ошибаться. Пока ошибается, больше не втянет. Крепейников. Низковато немного было передачи на Федор Воронкова, но тот разобрался в ситуации. И чтобы, скорее всего, в антенну от блока попал мяч. Раз отдали нефтянику. Зимчонок. Без Либера сейчас нефтяник, но Зимчонок отлично справляется с защитой. Чувствуется, что прошел школу подготовки Алексея Игоревича Вербова в составе Казанского Зенита, что там защита превыше всего даже для диагональных. Все хорошо, все хорошо, друзья! Подожди, поддерживаю любимую команду! Вот это он вернул. Надо же дойти, чтобы перекрыть выходовое направление. Но здесь у него все получается. Ильяс Подобец. Двойной блок Зенита есть. Чему... Есть, чему удивиться, есть за что свистнуть ошибку. Сложно было предположить, что там было касание. Ну, эта пауза идет на пользу. Не с первого, так со второго раза снимается «Зенит» в Санкт-Петербург. Все хорошо с легионером. Врежение у крепейников вернулся. Это единственный легионер у Зенита. У нефтяника нет легионеров совсем. Это была осознанная политика клуба. Несмотря на то, что ходили случаи, что у нефтяника в этом году увеличилось финансированным сравнением с тем, что было раньше. Но вот сейчас мы видим, что побежал Федор Воронков на переднюю линию, а значит, ушел Евгений Заступов. Так оно все и происходит. Заступов остался. Что же они теперь творят? А вот это очень интересно посмотреть сейчас действительно, как стоит и вместо кого тогда выходил Заступов. Увереннее. Ну, если бы и до Кабы, если мы помним детскую договорку, то сейчас важно смотреть, как уже эти элементы. Но здесь уже нефтяник снимается. 2-2. Без лидера. Иван Яковлев уверенно под заднюю линию. очень высоко снимается. Здесь Андрей Титич. Вот он, эйс. Уже блок-аут. По минимальной отставании нефтяника. С табличками эйс-эйс. И 8-8. Справляется с приемом. И есть разнообразие в атаке. Как, например, сейчас за голову включает связующий Сергей Панова. Женя Кребенников в защите. Мяч остается. Полетаев. На этот раз неудобно было Виктора убить. Решил скинуть. И проталкивает Ильяс Подобец. Следующий мячем и воспользовался для игровщик-нефтяника. Андрей Титич. Бил 4 по 4. Укороченная от Кобзаря. Успеет, не успеет. Женя Кребенников успевает. Успевает не только достать этот мяч, но и себя еще постраховать, чтобы не снести. Рекламное панно. Электронное. Очень красивый розыгрыш. Самодержное действие в защите. Вот как раз мы смотрим. Страхует себя Андреев. И снова в край. Второй раз за эту партию нефтяник выходит вперед. 15-14. Не видела Самоленко. Полетаев. Закрывают его блоком. Вторая попытка. И снова Зенчонок. Отлично! 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 На категориях U19 и U21. И 15-14. Многотур повторил это сезонение, но уже по U21 и U23. Здесь снимается нефтяник. Может получиться очень интересно, потому что если первой чувствовалось сильное преимущество питерского Зенита, то во втором немножко есть прием, есть Полетаев. уверен Игорь Кокцев в своем капитане. На подачу. вот как раз та замена, которую хочется объяснить Михаису, потому что мы ее будем очень часто видеть в этом сезоне. Во-первых, ушел Алексей Сафонов, вернулся Максим Косман. Но ключевая замена это когда выходит Евгений Заступов. Есть Алексей Самоленко, у него не силовая, у него такой планер. Есть доводка, есть подключение первого темпа. и 3-0. Уверенная победа Зениты Санкт-Петербурга. Продолжение следует...